Второй стрим, это пока мы комментируем Старкрафта. Ну ладно, ребята, здравствуйте, снова вам попали в игру, и вроде никакого лага нету никого, вот этот раз. Подключаем счёт, Ага Хам ведёт это с счётом 1-0. Начинаем здесь, это в 6 часов, из команды Carnage, есть игрок Намшар. Очень талантный зерк, увидим его в WCS Challenger, в Европу в этом сезоне. Ну, конечно, это только, так скажем, начало, чтобы это хорошей, хорошего репутации держать, нужно в таких турнирах тоже хорошо участвовать. И, конечно, здесь это кто проиграет, тот это домой пошёл, тот кто выиграет, попал это в третью стазию. И я просто сейчас думаю, какой кошмар будет эта третья стазия, потому что почти все игроки, кто это, так скажем, были, я не знаю, если кто-то прошёл это с первой стазии ещё, кто тоже прошёл это через вторую полностью. Нужно будет мне проверить. Потому что, когда всегда это игроки, какие проходят, это первая стазия, в вторую уже там сидят все самые лучшие игроки, это в мире, так скажем, кто приехали туда. Очень трудно пройти вот эти сетки. Нужен очень успешный день и нужно очень хорошо играть. Ну вот, нам шары ставят пул. Омут рождение. Такого русского, русские слова. Омут рождение. Не могут просто пул поставить. П, У, Л. Ну ладно. На той стороне карты его оппонент ведёт с счётом 1-0. Из команды ATCM есть Агхам. Я пытаюсь сейчас это запомнить. Кого я комментировал из команды ATCM? Мне нужно будет подумать. Ха. Что-то знакомое, какая-то команда. Я только кого-то комментировал с ней в этой неделе. Пипец, аж не помню сейчас. Это память у меня. Я старею. Старею. Это не такой молодой какой, как был. Сейчас это подключим европейские квалификации. Это посмотрим, это опять. Кто это мог бы быть. Ну нет, это проп. Это был у нас Старнан. Тарго. Это АМ. Джи. FYI. Фанатик. Ликвид Альянс. Это Димага. Роккат. Маус. Элфи, конечно. На Вега. НРС. Это понятно, что там. ИС. Си. Блин. Я никак не могу запоминать эту команду. Какого-то знакомого комментировал тоже. Вроде не такой знакомый, где я не помню. Ну ладно. Хрен с этого. Пу, конечно, хат от Намшар. На той стороне карты... То же самое по идее. Ну и сейчас уже защита будет вовремя приготовлена. Королева шлет на лоу-грам. Шесть лингов своих уже есть. У АГХ. И он может просто сейчас снова набирать рабочего счета. И тоже потому, что у него газы так рано есть. У него скортия чуть-чуть пораньше он будет начинаться, чем у его оппонента. Намшар пока в это время, потому что он поздно так газ забрал. Ему нужно тратить ресурсов. И, конечно, где он еще будет тратить, чем у королевы и рабочих. Вот, третий королевы выходит сейчас. Уже спайн-кроллер вот здесь. Гнездо для бейнингов. И о-о... А, нет, окей. Это маленькое качество. И вот 8 это. Я думал... О-о, может у нас будет тайминг атака. Я хотел думать, что может это будет тайминг атака. Но я сейчас это смотрю. Ага-хам, он снова добавил свежий счет рабочих. Линги стараются добраться до хай-граунда. Спайн-кроллеры закапываются. Это почти эта стенка была приготовлена. И это со стенкой, это спайн-кроллером. Он сбивает этих лингов. Конечно, более успешный для Ага-хам. От криппа очень далеко отошел. Ну, догнал этого оверлорда, убил. Маленький-маленький блок на лимите. Конечно, это потому, что сейчас это... На М-Шар все равно сидит. Это 43 есть 52. У него много времени есть это. Вовремя приготовить все это. Ну, на М-Шар сам пошел сейчас, наверное, на каунтер-атаку. Он заказал 22 лингов. Это... Порой это вот этих гиблингов построил. Ну, если он планирует идти на каунтер-атаку, ему, конечно, нужно будет посылать вот этих лингов и гиблингов уже срочно через той сторонней карте. Потому что ты не можешь это столько вот этих гиблингов и бейлингов построить. Это лингов и гиблингов построить и не тратить их. Или как-то стараться попользовать их. Это как, подумай, пораньше мы смотрели Blackwing против Alphi. Это то же самое дело. Он построил столько муталитских и просто сидел. Ничего не убивал. Я просто сидел, у меня пукан горел. Нужно пойти на атаку. Нужно попробовать это поставить какого-то напряжения на твоего оппонента. Потому что если не сделаешь это, твой оппонент просто может очень спокойно сидеть, это макро продолжить, третью хату свою забрать. И ты даешь ему такую большую пользу, по моему мнению, конечно. Ну вот маленькая пакочка лингов прибегает сюда. Конечно, лингов побольше у Намшара, чем у Агахам. Они их полностью окружили. И сейчас они формируют своих бейлингов. О-о-о-о! О-о-о! Макарена! Ну, больше вот этих гиблингов. Сейчас попробую догнать их. Еще один гиблинг. Это формируется вот здесь, наверное, до конца. Но, ребята, 4 из 4 гиблингов вот так как есть. И сейчас он может пробить этого всего. О-о-о! Ну вот рабочих он потерял. Потратил только пару гиблингов, чтобы убить вот этих всех. Это какие формировались. Я бы советовал Намшара разделить их побольше. Очень близко они все друг к другу сидели. Дали способу Агахама убить их это сразу. Ну вот опять. 4 гиблингов это стараются построить. Это, правда, они вот этот раз до конца поформировали. Потратил одного. Второго. Сейчас. Ой! Ой, Намшар! Кошмар какой! Ну, сейчас у Агахама у него есть, конечно, тараканы. И тараканы могут выжить очень много. Королевы хорошо отхилят вот этих тараканов, когда они не умерли. И, конечно, последние линги, какие были здесь, это, ну, мертвые стали. Агахам сейчас, наверное, мы увидим от него высокого... А, нет, он пошел на контр-атак. Я ожидал, наверное, от него очень высокого рабочего счета в продакшне, чтобы он мог заполнить вот эту третью хату. Интересно. Нет, он вместо этого пошел на контр-атаку с тараканами, гиблингами, и в заднем фоне это заказывает сейчас запасы в лингах. Ну, конечно, у Намшар тоже своих есть. Это гиблингов, это сейчас, это тараканы вышли тоже. Старается это отмикровать, это от друг друга, потеряет пару тараканов перед этой первого драка самому. Намшар, правда, в это время как-то себе нашел пользу, и очень интересно. Лингис сейчас это как-то старается у Агахама это пройти здесь. Ну, Намшар, я считаю, приготов к всему сейчас. Ну, конечно, для Намшара вот-вот-вот-вот-вот. Он начинает заказывать больше рабочих. Это у него... Он чуть-чуть, это для партий, он пропал. Ну, сейчас догонит. Пятьдесят четыре против пятьдесят семь. Скорость для тараканов, плюс одну атаку на стороне Агахама. В позицию Агахама ты, правда, наверное, можешь сейчас уже поставить, ну, здание для гидролисков или инфесторов. Я бы не торопился это, просто выкатывать это столько тараканов, потому что оба эсы, ты помнишь, как Намшар сыграл, он все равно это будет делать. Лучше вместо, чем это делать, набери себе какую-то маленькую пользу в этом деле, и набери инфесторов. Это, чтобы это с микозами полегче, это схватить вот этих всех тараканов, и гораздо легче это окружить, это снять хп с тараканах полностью. Потому что, если ты пытаешься сражаться таракана против таракана, это, да, может, будет чуть-чуть интересный драк, и это все это стоит, это как оба игроки микро, микро вейд. Ну, тоже это, я бы сказал, ты рискуешь иногда очень много на это дело. В счет апгрейдах сейчас плюс два, плюс один для Намшар, плюс два, и тоже закапывание, правда, это не закапывание, это подземленное движение для Агахама. Намшар сейчас показывает нам очень хорошего, это макро с 65, а, это не он, ого-го-го-го, это Намшар со 160, 57 рабочих, ого. Огоньки. Ну, лингов здесь пробегают, умрут, просто разведывает, по идее, сейчас. Намшар сейчас разделяет вот этих надзирателей, оверлордов через карту, и это хорошо ему, правда, поможет, потому что... СТФЗР у тебя много способов разведывать, и вся информация ты можешь... Чем быстрее ты можешь узнать, где твой оппонент двигается, или где у него что-то там есть, чем быстрее ты можешь реагировать к тому. Вот. А пока, конечно, гидролесков нет на поле, это очень удобно так делать, разделить вот этих оверлордов, они много увидят, это обкроют карту, это скрипам, и с их взгляния... Увидят они много. Увидят они много. Вот, подкапанные тараканы для Агахам сейчас пошли, вроде будут искать, может, четвертую или третью локацию. В центре карты, конечно, высокого количества тараканов сидят, это под вышку, взял Нагу. На той стороне почти то же самое для Агахам, но он сидит, это ждет, это... Может, он будет, как это каунтер, это боксер. Будет ждать это, пока его оппонент к нему придет, это подойдет, и он попробует это через защитного станции защищать и атаковать его оппонента. Или сражаться, извиняюсь, это... Ну вот, тараканы для Намшара это всегда подходит, это спайнкроллеры почти закончились здесь, а, конечно, сейчас... О-о-о, Агахам просто будет драться, это маленькое количество. Для Намшара очень хорошая позиция, окружает это много из вот этих тараканок. Ну, конечно, он сейчас будет драться перед спайнкроллеров, это когда и спайнкроллеры могут очень быстро убивать от этих всех тараканок, отбивать. И, правда, очень умно, что сейчас это Агахам обратно пошел и будет драться под вот этих юнитов. Но не забывай, ты смотришь на юниту Агахама, у него только сейчас апгрейд плюс один защита закончился и только плюс два. Перед этого время у Намшара всегда было польза, плюс два, плюс один. Ну, здесь вот эти закапанные тараканы какие были, они попали здесь, это под вторую локацию. И, конечно, сейчас нет спорков, нет этой оверсиры на вот этой стороне карте, значит, они, наверное, будут продолживать этот дэмэдж какого-то. Намшару сейчас, конечно, нужно подумать и планировать его защиту. Он уже потерял вот эту третью хату, сейчас, может, еще больше потеряет, посмотрим. Ну вот, снова тараканы откапываются здесь, это вторая локация под атаку. Намшар пропадает в рабочий счет, 32 против 52, пока еще тоже здесь, что кошмар творит, это в мейн теряет еще больше. Ну вот, Намшар отталкивает эту главную армию у Агахама, но уже, я бы сказал, Агахам дэмэдж уже наделал. Вся вот эта атака и как он разделил, очень мудро, очень умно, и, наверное, из-за этого он выиграет. Очень будет трудно сейчас для Агахам проиграть вот эту игру. Вот ты смотришь, 58 рабочих, 52 против 90, это 19. 174 это лимит против 97. Ну, я извиняюсь, но таких это, на таких номерах ты не можешь победить. Вот. Ну, конечно, Агахам это убивает вот эту вторую хату, оставляешь это твоего оппонента с одного хату. Лучше здесь просто драться. Лучше здесь просто драться, если ты Агахам, просто лучше драться, и все. Потому что, если ты потеряешь всех своих тараканок, хоть это попробуй забрать это ровно в этот обмен. Твой оппонент не может в обраме снова новую армию все равно построить. Ну, вот. Ну, это уже все, ГГ, Агахам выиграл, ничего себе, я аж не верю. Я думал, на Амшар, если перед игру, я бы поставил деньги на него. Ну.